Теория вероятности 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 Вероятность того, что х равно 1 У нас дано, что равна 1 треть Ну, самое простое свойство, которое вы все, естественно, знаете Отсюда следует, что вероятность х равна 0 Чему равна? 2 трети, да? То есть у нас вот сумма вероятности 1 Давайте теперь представим, что есть второй стрелок Это вот первый стрелок Есть второй стрелок, он менее опытный И он стреляет чуть похуже И вероятность того, что он попадает Число очков обозначено буковкой Y Равно, то, что он попадает, равна, допустим, 1 четверти, будем считать Ну, и такое вот мы сделаем предположение Что они стреляют независимо Я не буду строго определять это, у нас не очень много времени Но интуитивно это понятно, что означает То есть то, как исход выстрела второго игрока Он не зависит от того, как выстрелил первый игрок Ну, естественно, это можно немножко с натяжкой предполагать Потому что, может быть, если они стреляют вместе И, допустим, первый выстрелил, они соревнуются Второй он немножко... И первый выстрел и попал Второй немножко занервничал, да? И у него там, соответственно, рука стала немножко дрожать И он, вероятность, у него понизилась Поэтому можно считать, что, допустим, они стреляют в разных комнатах И не знают о том, кто как выстрелил И понятно тогда, естественно, что Если, допустим, второй не знает, как выстрелил первый То неважно, как первый выстрелил На исход второго это никак не повлияет И вот это мы будем называть Что они стреляют независимо друг от друга И при этом вот предположении У нас есть свойство перемножения вероятности То есть если мы хотим посчитать вероятность того, что они оба попали То есть х равно 1 Игрек равно 1 Чему она равна? 1,12, да? То есть вот эти вот два события Вероятности одновременно этих двух событий, что они попали Они раскладываются в произведения Вероятность того, что х равно 1 На вероятность того, что у равно 1 Ну и по тому, что дано Это, соответственно, 1 третье на 1 четверть То есть 1,12 Окей, ну и третье свойство, которое нам понадобится Так называемое сложение вероятности Допустим, вот мы хотим посчитать вероятность того, что x сумма их очков делится на 2 Как нам это сделать? Что еще раз? Вероятность 1 на 2 разделить Да, у нас в каких случаях может сумма делиться на 2? Либо когда они оба единицы, либо когда оба нули То есть давайте вначале так запишем Что вероятность того, что x равно y равно единице Или x равно y равно нулю Вот, и вот смотрите Вот эти два события, они могут одновременно произойти? Не могут, да? Вот это называется сложение вероятности Если два события не могут произойти одновременно Тогда вероятность того, что произошло кто-то из них Это сумма их вероятностей То есть вероятность того, что x равно единице, y равно единице Плюс вероятность того, что x равно нулю, y равно нулю Ну, первое мы уже вычислили Второе вычисляется точно так же, да? То есть второе вычисляется как раз по этим первым, предыдущим двум свойствам То, что вот это нужно Что с этим нужно сделать? Перемножить Перемножить, да, так как независимые события Вероятность того, что x равно нулю Мы ее уже считали, да, это две трети Ну и точно так же считаем вероятность того, что y равно нулю Это единица минус одна четверть То есть три четверти Вот, и что? Что получается? 7-12, да? 7-12 Ну вот, такие вот нехитрые совсем свойства, да? Которые вы наверняка все хорошо знаете Мы сейчас их напомнили И вот, что удивительно, что уже вот Зная вот эти вот такие базовые свойства вероятности Можно уже довольно отвечать на довольно нетривиальные Нетривиальные вопросы И вот давайте приведем такой пример Которые сходу вот интуитивно Ну, не совсем понятно, какой правильный ответ А быстренько вот применив вот эти вероятности Можно сразу же понять, что там на самом деле Может быть, кто-то из вас уже слышал Довольно классическая задача Такая Отец пытается обучить сына игре в большой теннис Ну, и соответственно Ну, сын, как любой современный подросток Он не очень любит играть в большой теннис Любит играть в компьютерные игры Но отец все-таки хочет его как-то научить И он решил его мотивировать Говорит, вот смотри Я тебе дам Куплю тебе новый компьютер Игровой Если ты сделаешь одну вещь У тебя на выбор два варианта Я сейчас вот Ну, это я от имени отца к сыну говорю Я сейчас приглашу одного большого профессионала Игры в большой теннис И у тебя будет два варианта Сыграть три партии Либо сыграть со мной Отец Вот с этим профессионалом П И опять со мной Это первый вариант, который ты можешь выбрать Второй вариант, который ты можешь выбрать Сыграть с профессионалом Сыграть со мной И сыграть с профессионалом Ну, что значит профессионал? Это значит По условию Это означает, что профессионал играет лучше, чем отец И это означает, что вероятность для сына выиграть отца, давайте ее иксом маленьким обозначим, она больше, чем вероятность выиграть профессионала. Выиграть профессионала, который мы обозначим игреком. И вот условие такое. Выбираешь любой вариант, и если ты хотя бы две партии подряд выигрываешь, то получаешь компьютер. Вопрос, какой вариант нужно выбрать сын, чтобы повысить вероятность получения компьютера? Так, кто равносильно считает? Так, ну где-то треть, да? Еще варианты есть? Что вообще? Вообще ноль вероятность? Вообще не играет. А, не играет? Не, ну тогда вероятность получить компьютер ноль быть. Не-не, в любом, и там, и там вероятность она положительная, потому что у нас икс больше нуля, и игрек больше нуля, поэтому там хоть с вероятностью какой-то маленькой, но он выиграет. И вот вопрос, в каком случае вероятность больше? Ну хорошо. Как бы были люди, которые считают одинаково. Ну, а почему одинаково кто-нибудь может? Потому что мы идем подряд, какая разница, в каком случае он будет отца профессионалов или профессионаловаться? Ну да, здесь ОП, ПО и здесь ПО, ОП, да? Вот, ну вот такой аргумент. Окей. Кто считает, что в первом случае вероятность больше? Ну поднимите руку, поднимите, не стесняйтесь. Ну, почему кто-нибудь аргументировать? Ну если хотя бы два раза выиграть, то там просто два случая, в которых вероятность больше. Что еще раз? Если нужно просто два раза выиграть, и не важно кого, то... Подряд, здесь важно, что подряд, подряд, подряд. Ну хорошо, а вот такой аргумент. А если он всех подряд выиграет, он же тоже получает компьютер, правильно? И здесь всех подряд выиграть, это ОПО, то есть, а здесь ПОП. У нас нет условий выиграть всех подряд. Нет, ну это как вариант. Хотя бы две. Хотя бы две. Дайте урок. Ну у нас в первом случае отца мы все равно проще можем выиграть. Допустим, если мы первый раз как-то отцу проиграем, то у нас есть вторая попытка профессионала, нам там будет труднее. Да? Так, давайте просто заметим, что в первый раз, ну давайте заметим, что в второй раз мы обязательно должны выиграть. Второй раз? Это обязательное условие. Да, правильно. А потом мы должны выиграть либо первого, либо третьего. Угу. Ну и там просто берем, смотрим вероятность выиграть второго. Это обязательно. А потом просто смотрим вероятность выиграть первого, либо третьего и переумножаем эти вероятности. И умножаем ответ. Ну и это надо сравнить. Ну, то есть вы предлагаете все честно посчитать? Ну, у меня тоже такое предложение. Просто вот я хотел в дискуссии, то завел, что именно показать, что вот интуиция, как вы решили вначале интуитивно дать ответ. Это я, когда первый раз тоже увидел эту задачу, тоже интуитивно у меня не получилось правильный ответ дать. И оказывается, вот если вот применяя вот эти свойства, мы сейчас быстренько все вычислим и получим точный ответ. В общем, мой посыл в том, что когда вот у вас стоят такие задачи на вероятность, очень легко ошибиться, вот такие вот, давая такие неформальные рассуждения на физическом уровне, как вот вы сейчас давали. Ну, например, смотрите, вы говорите, да, вот было рассуждение, что здесь нужно ОП выиграть, либо ОП-ПО, и здесь либо ПО-ОП. То есть одно и то же. Ну, смотрите, важно разделять случаи, когда мы, допустим, здесь ОП выиграли, а потом О проиграли, а здесь ПО выиграли и тоже П проиграли. И это разная вероятность, потому что проиграть отцу вероятность меньше, чем проиграть вероятность профессионалу. Поэтому вот это ОП, это не то же самое, что вот это ПО. И, в частности, получается, вот ОП, если мы здесь выиграли, здесь выиграли, здесь проиграли, вероятность этого будет, какая, меньше, да, чем здесь выиграли, здесь выиграли, здесь выиграли, здесь проиграли. То есть, а с другой стороны, еще есть случаи, когда мы всех выиграли, соответственно, здесь О выиграли, здесь П выиграли, здесь О выиграли, а здесь наоборот. И здесь как раз наоборот будет вероятность всех выиграть, здесь она будет меньше, чем здесь. Поэтому с одной стороны какое-то событие больше, какое-то меньше И поэтому нужно точно их все выразить через x, y и сравнить Давайте вот это и сделаем сейчас Ну давайте посчитаем, вот у нас уже все обозначено x, y Давайте теперь через эти x, y выразим вероятность выигрыша Точнее получения компьютера в первом случае и во втором Давайте первый случай Давайте нарисуем табличку такую Так, давайте вот так O, P, O И здесь будем ставить различные варианты получения компьютера Ну какой самый такой надежный вариант? Это всех выиграть, да? Плюс, плюс, плюс Давайте здесь будем отмечать плюсиками, минусиками выиграли, проиграли Справа писать вероятность Какая вероятность? x квадрат, y, да? Потому что у нас, ну мы будем, да, я это не сказал, считать, что у нас эти проигрыши игры независимы Хотя это тоже, опять же, немножко с натяжкой Ну, в математике модели мы всегда все упрощаем Ну, по крайней мере, в начале И мы считаем, что независимо от того, как он сыграл первую игру Вероятно, все равно у нас будет та же самая, там, игры чемпиона, y Хотя, конечно, в реальность он мог расстроиться, если проиграл, и уже хуже играть Вот, независимо перемножаем x квадрат, y Еще что подходит? Плюс, плюс, минус Плюс, плюс, минус, да? Плюс, плюс, минус Какая вероятность? x Да, правильно Не просто x, y выиграть Здесь же у нас еще произошло событие, что он проиграл Его тоже надо учитывать То есть у нас три события, поэтому перемножаем вероятности трех событий И третья, вероятность третьего события, это 1 минус x, да? 1 минус x Что еще подходит? Минус, плюс, плюс, да? Минус, плюс, плюс И здесь какая вероятность? Такая же, да x, y Еще есть варианты? Все, да То есть получается суммарное Вот эти все события, они одновременно не могут произойти Любые два не могут, да? Поэтому можно складывать вот по тому свойству То есть сумма какая будет? Ну, сразу, если упростить выражение, какое будет? Правильно, да Выносим сразу x, y Ну, кстати, здесь пример, зачем вот алгебра нужна, да? Она, на самом деле, полезная наука Не просто так, чтобы детей помучить x, y на 2 минус y, да Ой, да 2 минус x, спасибо Вот такая вероятность получить компьютер в первом случае Будем то же самое сделать для второго случая? А? Может Да, давайте просто переобозначим их Если мы вот эту вероятность обозначим x, а эту y, то получим все те же самые рассуждения То есть у нас эти два случая симметричны Просто буквы поменять местами надо x и y Значит, второй будет x, y на 2 минус y Ну, смотрите Нам нужно сравнить эти два числа, да? x, y можно сократить, да? А почему можно сократить? Ну, они больше нуля, потому что, да? Неравенство можно сокращать на положительное число То есть нужно сравнить 2 минус x и 2 минус y Ну, кто из них больше? Ну, 2 минус y, да? Поскольку y меньше, чем x Знаешь, получается вот такое неравенство Ну, получается, значит, нужно второй случай выбрать То есть вот такое вот строгое доказательство Вот, то есть немножко, да, неинтуитивно Но вот как бы в этом и прелесть таких вещей Что можно все строго такие вещи С ними работать Ну, давайте теперь С вами немножко Я напомню вам Определение Классической вероятности Что такое классическая вероятность? Ну, давайте вот на примере Опять же, мы это сделаем на примере Пусть у нас есть 2 кубика На которых числа от 1 до 6 И нам нужно Ну, опять же, обозначим их буковками x и y Это всегда удобно То есть x это то, что выпало Мы их один раз бросили x это то, что выпало на первом кубике На первом кубике y это то, что выпало на втором кубике И такой вопрос Как нам посчитать вероятность того, что Числа, которые выпали на этих двух кубиках Отличаются не больше, чем на единицу Ну да, да, так и надо Ну, во-первых, как это записать в терминах x и y Вероятность чего? x Да, модуль разности x минус y Меньше либо равно единице Равно Ну, здесь как раз это все делается по Так называемой классической вероятности Сколько всего вариантов выпадения двух чисел на двух кубиках? 36, да? И как их изобразить удобнее всего? В виде таблички Да, давайте изобразим в виде таблички Так, 6 на 6, да 6 на 6 Соответственно, да И здесь поставим числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 Пусть, соответственно, номер столбца означает то, что выпало на x И номер строчки то, что выпало на y И таким образом, тут выражаясь научным языком, у нас есть вероятностное пространство из 36 элементарных исходов Что такое событие? Событие это объединение нескольких, ну, вот ячейк исходов, да Допустим, если мы объединим вот эти вот ячейки Что это будет означать? Какое событие? Что на кубике x выпало 6 Да, что на кубике x выпало 6 Вот Окей Теперь давайте кто-нибудь мне нарисует вот это событие Вот, которое под этой вероятностью Кто-нибудь может мне отметить ячейки, которые соответствуют вот этому событию? Слушайте, это диагональная, пабочная и типовая парадная Да, то есть вначале мы рисуем диагональ, вот эту вот главную, да Она будет соответствовать тому, что Главная диагональ, да Она будет соответствовать тому, что равны, да Что разность равна нулю Потом здесь еще два, еще два варианта есть Разность x, x минус y равно единице, да Это какая у нас будет? Ну, с каждой клеточкой еще Да, вот это вот будет То, что x минус y равно единице Вот это вот И то, что x минус y равно минус единице Это вот это вот Вот, и что такое вероятность события? То есть, ну, по определению классической вероятности Это, то есть, вот Вероятность события какого-то ада Любого, которое... Событие это объединение нескольких ячеек Это число исходов, да Вот эти ячейки исхода называются Число исходов в А Делить на число всех исходов Число всех исходов Ну и в нашем случае Сколько вот этих вот синих у нас Которые в А? 16, да То есть 16 делить на 36 Ну, можно сократить на 4, да 4 девятых Окей Ну, давайте Такой пример С этим все понятно Вот именно вот по классической формуле Скажите мне Представьте, что мы взяли наугад Какое-нибудь Шестизначное число Какова вероятность того, что оно делится на 5 Ну, посмотрите, да То есть, вероятность, да Вот это Это дробь Вот по определению Сколько всего исходов? Это сколько шестизначных тесел, да? А сколько их? Как посчитать? 9 на 10 в пятый Все знают, да, как считать? То есть, мы берем В пятый, да, спасибо На 10 в пятый Мы берем Ну, рассматриваем вот эти места На которых цифры могут стоять На первом месте сколько может стоять цифр? 9, да На втором 10 и так далее Ну, потому что это у нас как бы Правила перемножения числа вариантов, да? Это число всех А число, которое делится на 5 Это все числа, в которых у нас столько либо 5 Да, то есть, на этих местах то же самое все 10, 10 А на этом двойка Ну, получается, да Каждое пятое число То есть, вероятность Что, естественно, на 10 четвертое умножить на 2, да? То есть, вероятность 1 пятая Вот, теперь немножко посложнее Взяли шестизначное число Вероятность того, что в нем есть хотя бы одна единица Как нам найти? Мы взяли наугад шестизначное число Найти вероятность того, что в нем есть В его записи есть хотя бы одна единица Да, надо вычесть тех, которых нет единички А как их посчитать? Ну, просто 8 на 9 Да, правильно То есть, смотрите Вначале мы посчитаем То есть, вот эта вторая, да? П, чему равна? Знаменатель тот же самый 9 на 10 в пятой А числитель Мы хотим посчитать, сколько чисел В которых есть хотя бы одна единица Для этого, естественно, проще посчитать тех, в которых нет единицы А их, как считать, точно так же На первом месте, так как здесь 0 и 1 И может быть уже 8 вариантов На втором все, кроме единицы, 9 вариантов И так далее То есть, нужно вычесть Вот из этого, из числа всех 9 на 10 в пятой Надо вычесть Соответственно, 8 На 9 в пятой Окей, молодцы Ну, давайте теперь разберем Следующую вещь Здесь какие-то вопросы есть У кого-то? Все понятно, да? Давайте разберем Следующую вещь Вот здесь Вот эта классическая вероятность Она Работает В том случае Когда число Исходов Конечное Ну и более того Мы считаем, что они все равновероятны Бывают случаи, когда их число бесконечно И нам как-то И нам нужно какой-то аналог Вот этой вот Ну, для начала классической вероятности Когда у нас здесь конечно число исходов И они все равновероятны А хочется рассмотреть случай, когда число исходов бесконечно Но в каком-то смысле они тоже все равновероятны Ну, так нельзя говорить Ну, вот Грубо выражаясь И давайте вот рассмотрим такой пример Ну, начнем с простого совсем примера Давайте нарисуем квадрат Для определенности 1 на 1 1 на 1 И поделим его на 2 равные части На 2 прямоугольника равных Мы считаем, что мы выбрали в этом квадрате Наугад точку Произвольным образом Какова вероятность, допустим Что она будет в правом квадрате? Половина Ну, половина, да Потому что мы как бы считаем Так, неформально выражаясь Что мы все точки у нас равнозначны Поэтому, а так как эти два прямоугольника равны То вероятность попасть в левый Та же самая, что вероятность попасть в правый Сумма единица значит Значит В каждой одна вторая Но здесь есть небольшой нюанс Почему точка не могла попасть на границу? Потому что она настолько маленькая Что ее можно не очень Ну, это как бы философское такое Давайте проведем горизонтальные прямые Горизонтальные прямые в континууме Ну, а сторон всего две Аналогично, вертикально Вероятность получить Ну, вероятность получить прямую Которая является границей По сравнению с прямой, которая внутри Один, ну, два делить на континууме Что он может? Ну, в принципе, правильное рассуждение Давайте я немножко его Более понятно скажу Смотрите Ну, давайте от противного доказывать Предположим, что вероятность попасть на вот этот отрезок Вертикальный равна Эпсилон, которая больше нуля Давайте проведем Какой-нибудь второй Вертикальный отрезок Так как они у нас равны То вероятность попасть на второй Тоже Эпсилон, да? Теперь вопрос Какова вероятность попасть На какой-нибудь из них? Два Эпсилон, да Почему? Потому что эти два события Они не могут произойти одновременно Поэтому у нас правило сложения вероятности Значит, вероятность попасть на один из них Два Эпсилон Давайте третий проведем Третий проведем Вероятность попасть на один из этих трех Три Эпсилон, да? Ну и так для любого Н Проведем Н штук Вероятность попасть на один из них Будет Н Эпсилон Понятно, что можно взять Н Достаточно большим Если Эпсилон больше нуля То можно взять такое Н Что вот эта вещь будет больше единицы, да? А вероятность не может быть больше единицы Ну вот то, что молодой человек В принципе и сказал Поэтому пришли к противоречию Значит, отсюда следует от противного Что Эпсилон равно нулю Вот Давайте дальше Теперь такой вопрос Давайте впишем окружность в этот квадрат Какова вероятность попасть в окружность? Ну, у нас есть площадь круга Мы должны рассчитать площадь круга И площадь квадратная И площадь квадратная Ну? Это получается Вероятность попасть в окружность В углы? Не, ну зачем нам вероятность углы? Их сложно считать Вероятно попасть в круг Да, правильно Площадь круга на площадь квадрата И чему она равна? Площадь круга По определению Вот этой геометрической вероятности Что означает, что все Как я говорил Вот все точки равноправные Это я как бы не строго вам говорил Да? А строго это означает Что вот если у нас есть Теперь уже не квадрат А просто произвольная фигура А Определение Что значит Мы в ней выбрали Точку Х Наугад Произвольным образом Причем все точки равноправны По определению Это означает Что Какую бы мы Какую бы мы теперь фигуру внутри В Ну фигуру достаточно хорошую Чтобы у нее площадь была Внутри А не взяли То вероятность того Что у нас Случайным образом Выбранная точка Х Лежала в Б Чему равна? Да Площадь Б Площадь Б На площадь А Площадь Б Делить на площадь А Да Ну фактически Вот у нас Число исходов точек Мы их Так как бесконечно Их число Это можно Логично мерить Как площадь Вот То есть все исходы В Б Их число Это площадь Б А все исходы В А Это площадь А То есть полный аналог Вот с этой вот Классической вероятностью Ну и давайте Да Ну естественно Что Это то же самое Можно Брать в пространстве Да Брать какое-нибудь тело Там куб например Да И что означает В нем выбрать Случайным образом Точку Это означает Что какое бы мы Тело внутри этого куба Не взяли Ну достаточно хорошее У которого можно Померить объем То вероятность попасть В это тело Внутри куба Это объем тела Делить на объем куба Ну куб может быть Тоже каким-то Произвольным телом Как А И то же самое В многомерном случае Тоже Кстати Кстати будет пример Как это может Применяться в жизни Давайте Как у нас Давайте начнем Задачи попроще Вот уже на эту тему А потом я приведу Задачу Которая Казалось бы Из жизни Такая вот Ну там Два человека Встречаются А решается Она именно Вот с помощью Геометрической вероятности То есть Это уже Видимо После перерыва Будет Да Вот это да Задача встречи Ну Такая простенькая Задача Следующая Представьте Что у нас есть Вот такая вот Раньше Где-то была игра Там среднего века Разлинованная Там площадь Она разлинована Решеткой Решеткой прямоугольной Ну квадратной точнее Если И квадраты Со стороной Четыре сантиметра Четыре сантиметра И Ну будем И кто Какой-то игрок Берет монету Монета Будем считать Что диаметр У монеты Диаметр Три сантиметра Три сантиметра И он издалека Кидает эту монету На эту разлинованную Плоскость Ну Как бы Считается Что он довольно далеко И он не может Как-то Примериться И монета Совершенно случайно Ложится на эту Разлинованную решетку И Если она Попала полностью Внутрь Какого-то квадрата То он выигрывает Ну Спрашивается Вероятность выигрыша Чему равна Ну Давайте Может быть Кто-нибудь Кто не знает Эта задача Подумает Число положения В смысле Число положения Монета Может спасать Верно? Надо Посчитать Сколько спасает Может располагаться Но у нее ждя Это мне не страшно Ну Положение Бесконечно Много Для начала Мы должны Наверное Найти Вероятность Того Что он попадет Хотя бы В один квадрат В одну клетку В принципе Вероятность Попасть в клетку Самой А потом Из этой Вероятности Которую мы нашли Мы находим Вероятность Того Что у нас Монета Целиком Ляжет В эту клетку Ну Мы сначала Делим Площадь Одной клетки На Площадь Всей поверхности Эти Клеток Ну Это будет Ноль Но мы считаем Что клеток У нас Очень много Ну Да Можно Посчитать Вероятность Того Что Центр Монетки Попадет В Квадратик Один Один В середине Квадратик Один Ну Попробуйте Да Объясни Всем Ну Задачу Ну Нарисуйте Нарисуйте На доске Чтоб все поняли Внимание Вот будет Сейчас решение Я думаю Правильное Положение Монеты Вот Первый Как бы Первый Аргумент Это то Что положение Монеты Оно Что Задается Да Так как Монета Круглая Положение Полностью Определяется Ее центром То есть Для других Там Для квадрат Это не так А для монет Это так Ну Если у нас Монета Оказалась Внутри Квадрат Цельком То Значит Центр Удален От Каждой Стороны На Хотя бы Полтора Сантиметра Ну Нарисуйте Квадрат Побольше Да Вот Чтоб Это было Вот у нас Смотрите Центр Он Куда-то попал В какой-то Из этих квадратов Да Неважно В какой Просто Мы берем Тот квадрат В который Попал Центр Монеты И Теперь Можно считать Что центр Попал В произвольную Точку То есть Мы центр Выбрали Случайным Образом Внутри Этого Квадрата Да Чтобы монета Не вылезала Да Нам что Надо Хотя бы Полтора Все эти расстояния Чтобы до Каждой стороны Было Хотя бы Полтора Сантиметра Да Это Тогда И только Тогда Монета Не будет Вылезать Ну И ответ Ну Как Одна Четвертая Да Спасибо Ну Смотрите Еще раз Быстренько Повторю Да Как Зовут Соня Вот Решение Соня Сейчас Еще раз Повторю Смотрите Мы Монета Определяет Положение Монеты Целиком Определяется Положением Ее Центра Поэтому Можем Следить Только За Центром Берем 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 Квадрат Выше 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 Этой Прямой И Левее Вот Этой Прямой Это Ровно Вот Этот Квадратик Один На Один Внутри Будет То есть Это Фактически Наше Множество Б А Множество А Это Квадрат Четыре На Четыре И Вероятность Попасть В В Это По Определению Геометрической Вероятности Площадь Б Единица Делить На Площадь А Которая 16 То есть Вероятность 1 16 10